Сумерки Богов Последний месяц со всех сторон только и раздавалось, как надоели оперные записи, как хочется живого звука. Даже те, кто вначале умудрялся посмотреть по 2-3 оперы в день, через пару месяцев заныли, что трансляции смотреть уже сил нет. Даже по своим обзорам трансляции я заметил, что и всевозможное гурманство вроде Штутгартского кольца Нибелунга еще могло бы привлечь аудиторию стойких бойцов. Но с другой стороны, после трансляции 5-6 версий тетралогии уже мало у кого осталось сил на то, чтобы посмотреть ну еще одну. Но тут аккурат и подоспел конец всяческих карантинов, которые стали теперь предметом нешуточных споров. Вот на днях Андрея Бачели ляпнул, что у него никто не умер, все, мол, глупости. Но на следующий день ему уже пришлось извиняться в Твиттере перед десятками людей, которые потеряли родных, а после таких слов звездного поп-исполнителя обрушились на него с обвинениями в душевной черствости. У нас наплевал на ту сложную ситуацию с вирусом, что сложилось в Петербурге Валерий Гергиев, который уже начал показывать даже спектакли с антрактом и сам каждый день выходит в оркестровую яму, чтобы выписать на законных основаниях всем занятым спектаклем, включая себе гонорары из президентского гранта. Я смотрел кое-что по трансляции и видел, как люди снимают в зале маски, то есть, конечно, жалко артистов, которые несколько месяцев находились в простое и не могли зарабатывать больше своей официальной ставки. Но почему-то мне жалко тех безумных, которые подцепят в театре вирус еще больше. Но, как пишут защитники Гергиева, никто на Аркане их не тащит. Это уж точно. Потому что слушаю я всех певцов, кого сейчас транслируют и вижу, что им перед тем, как рваться на сцену, все же не мешало бы немного привести себя в форму. Особенно звездам, которых все двинули сейчас на передовую театрально-концертной жизни. В стенаниях про погибающих с голоду артистах как-то само собой у руководителей от искусства родилась мысль, что выпускать на сцену надо только звезд. Иначе, мол, публика не пойдет. Как-то я совсем запутался, господа культурные начальники. Вы же говорите, что публика истосковалась, а артисты оказались без средств. Почему же вы боитесь выпустить на сцену тех, кто действительно нуждается в гонорарах? Заодно бы и выдвинули новых артистов. Потому что уже невозможно видеть, как в трансляциях тусуется одна и та же колода звезд с одним и тем же репертуаром. Вот Метрополитен Опера, единственный театр, продолжающий каждый день бесплатно показывать старые записи. И старые, и не очень старые. Начал серию концертов уже по 20 долларов. И опять все началось с Кауфмана, дальше Флеминг, на очереди Аланья с Кужек, ну и конечно нетрепка. А как без нетрепка? Эта певица любому генеральному менеджеру может помочь поправить финансовое положение. Берет дорого и поушально, но сами понимаете, скупой тут платит дважды. Кстати, мне тут прислали пару фрагментов из концерта Кауфмана, который в последнем концерте из Мюнхена выступил просто позорно. Здесь не так ужасно, но тоже, скажем честно, это проходное пение. А потом я посмотрел пресс-релиз Мэтт с цитатами из рецензии на концерт Кауфмана. Да уж, критики вообще уже нигде не осталось. Понимаю, что газеты хотят поддержать театр, который переживает сложные времена, но все же нельзя так безбожно называть рядовое пение выдающимся. Так что те, кто волновался за певцов, знайте, они и дальше будут голодать, чтобы звезды могли вернуться к своей сытой жизни. А те, кто волновался за живой звук, можете сполна насладиться певцами, которые в большинстве не стали утруждать себя во время карантина, а теперь выходят на сцену с видом, пусть это плохо, но вы хотели слышать живой звук, вот он, слушайте то, что дают. Я точно не собираюсь пока в концертные залы ходить, не вижу никакой необходимости торопиться, можно еще подождать, ничего не случится. Послушав вчера трансляцию Тоски из Неаполя, я в очередной раз подивился тому, что людям впаривают под видом высокого художественного уровня. Кстати, стоила эта трансляция, это не дешево, почти 13 евро, в три раза дороже других трансляций на новой платформе Deutsche Grammophon, которая в августе отдана трансляциям байроидских спектаклей, как новых, так и старых. Посмотрите, кстати, кто не видел, последние премьеры отмененного в этом году байроида. Мастер Зингера, Флоен Грина, Тангейзера прошлогоднего, о котором я рассказывал в репортаже с фестиваля. И там еще будут две тетралогии, самая последняя версия Франка Кастерфа и Великое кольцо Патриса Широпьера Булеза. Проект исполнения Тоски на открытом воздухе в Неаполе силами оркестра и хора театра Сан-Карло и приглашенных звезд, образовавшийся уже в послекарантинную эпоху, это детище нового интенданта театра Стефана Лиснера. Он раньше времени покинул аналогичный пост в Парижской опере, оставив после серии забастовок и карантина дефицит бюджета 20%. Лиснер понял, что в Париже ему уже нечего ловить, а неаполитанский сезон, который официально должен начаться только в конце года, можно открыть уже сейчас, используя старые связи. Дело в том, что Сан-Карло это театр великих традиций, но у него все в прошлом. Последние десятилетия кто только не брался вернуть его в когорту ведущих театров мира, но всякий раз эта идея проваливалась из-за непростого экономического климата Неаполя и вечного отсутствия денег. Вот и сезон театра, объявленный Лиснером, совсем недавно выглядит жидковато для громкого начала эры нового интенданта. А нынешняя Тоска при массовом скоплении слушателей, скажем честно, их было явно меньше, чем организаторы рассчитывали, это лучший способ заявить о том, что в Неаполе теперь есть сильный директор оперы, а значит найти и новое финансирование. Директор этот, кстати, ушел из Парижа по формальному поводу. Во Франции по закону театр не может возглавлять человек старше 65 лет. Кстати, Тоска еще пару дней будет на платформе. Думаю, что всем поклонникам Читы Нетребко надо увидеть, как похудел старик Нетребко. По себе знаю, каких это требует усилий и какое это вызывает уважение. Теперь самое главное сохранить на годы это состояние, потому что для певца столь быстрые потери веса чреваты проблемами. И без того простоватый ситцевый голос тенора сейчас звучит все более дребезжаще. И раньше это была монетка в оловянной кружке, а уж сейчас звук и того противнее белый и неокрашенный. Но, скажем честно, этот артист в своих непомерных амбициях, наивно заявивший, что примет критику только от Доминго, выглядит лучше других на сцене. Чувствуется, что ему было все эти месяцы. Не наплевать, что с ним будет после долгого молчания. Вот и фрагменты из Дон Карлоса, которые в июне исполнялись в закрытом режиме в Дрездене, разлетелись по твиттерам с комментариями «Самый большой сюрприз, что старик Нетребко был лучше всех». Что не мудрено. Ведь его благоверное, кажется, не прикладывало никаких усилий. Как она сама сказала в одном из эфиров фонда Абдразакова, «Мы жрали». Вот это и был девиз ее творчества за последние месяцы. И мы слышим последствия этого «Мы жрали» уже с первых тактов, когда она вплывает на сцену с репликой Перке Кьюза, пропивая ее как заправский профундист. И в таком медленном темпе петь Ви Сидарте просто неприлично, мне кажется, для той, кто претендует на роль Примадонны. Но даже не это низкое и широкое пение меня удивило. Я уже рассказывал после тоски в Ласкало, обо всем этом лучше ничего не стало. Но вот это абсолютно пустое и фальшивое по эмоциональному накалу пение в музыке Пучини невозможно спрятать. Вот уж точно, здесь можно что-то недопеть. Но под страхом смертной казни запрещено быть на сцене фальшивыми и неискренними. Кстати, Мэтт на днях транслировал старую тоску в постановке Люка Банди с Каритой Маттилой в главной партии. Я не мог оторваться от этого спектакля, при том, что голос у Маттилы, ну, победнее по природе, чем у Нетребка. И проблем полно таких же и в нижнем регистре, и в середине. Но это все не имеет никакого значения, когда артистка реально проживает на сцене живые искренние эмоции. Но для этого надо, конечно, думать не только о том, как красиво себя подать. Интересно, что криков Бу после Арии Тоски было не меньше, чем криков Браво. Последние, кстати, звучали с русским акцентом. Мы все же иначе кричим Браво, чем итальянцы. Я порадовался, что в Неаполе есть еще меломаны, которые способны отличить настоящее от фальшивого. А актерские убого нетребка выглядят и в тот момент, когда изображает взбалмошность и ревность к картине в первом действии. И в тот момент, когда рычит вот поцелуй Тоски, а уж в третьем акте. Кстати, вот еще почему нельзя петь на сцене мужу и жене. Именно в дуэтах со своим схуднувшим старичком певица выглядит особенно фальшиво. Так наигрывать можно только, если знаешь, что партнер сделает все, как ты скажешь. И он уходил в тень, когда надо было, и даже стоял столбом, чтобы не отвлекать публику от своей жены. Впрочем, вы же понимаете, микрофоны позволяют как минимум не задумываться об акустике. Если надо, звукорежиссер все подкрутит. Ну, хоть слова не забыла, как на премьере в Ласкало, и то дело. Довольно приличный дирижер Юрай Вальчуха показал, что неаполитанская инструментальная школа, особенно струнная, все еще производит талантливых музыкантов, но, конечно, качество оркестра все же не на высшем уровне. Старик Нетребко очень увлекался фирматами, показывая, что он тут, а не дирижер-хозяин. И это правильно. Театр Сан-Карло, провинциальный театр, это его уровень. Все сцены более высокого уровня, на которых он выступает, достались ему только благодаря обручальному кольцу. И да, такие глупые фирматы на фоне пустой и фальшивой эмоциональной составляющей украшают только солистов глубоко провинциальных театров. Старик Нетребко чувствовал себя как дома, ведь до знакомства с будущей женой максимум, что ему светило, это римская опера. КОНЕЦ 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 Завтра открывается Зальцбургский фестиваль, в конце которого наша сладкая парочка споет арии дуэта из опер Чайковского вместо заявленной Тоски. В принципе, и даже для поклонников их это хорошо, ведь невозможно все время Тоску одну петь. Кстати, единственный проданный концерт фестиваля – это вот ерунда под видом Чайковский гала. Наверное, Шапарт выкупил и еще кто-то из спонсоров. В прошлом году на гала-концерте в Парижской опере они пели половину дуэта из «Эоланты», радости было мало. Но Нетребко явно подбирается к пиковой даме, на ком-то надо тренироваться. А открывается Зальцбургский фестиваль все же единственным спектаклем, который удалось сохранить в программе «Столетие» Электры Рихарда Штрауса в постановке Кшиштофа Варликовского и Саушрины Стундиты в главной партии. Транслировать его будут сразу несколько каналов западного телевидения. Как и полуконцертную версию Козьи Фантутты Моцарта на следующий день. И я обязательно вам в ближайшие дни расскажу об этих двух спектаклях. Ведь мы все так истосковались по живому исполнению и звуку. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов! Субтитры подогнал «Симон»!